Непредсказуемость Темп был фаворитом еще до начала матча. Он на вершине таблицы и борется за первое место. А у его соперника Алтая из 10 матчей ноль побед. Три мяча забили и 38 пропустили. Эта игра началась ожидаемо. На второй минуте Евгений Цывык отправил мяч в ворота Алтая. Итог первого тайма 2-0. Задача играть комбинационный футбол. Сегодня у нас получалось намного больше этого. Соперник позволял. Мы старались играть больше контроля на половине поля соперника. Не гнаться за голами, а гнаться за красивым футболом. И придет результат, когда будем показывать качественный футбол. Во втором тайме Алтай попробовал навязать свой футбол, но голы Сычева, Бабича и Гречникова свели эти попытки на нет. В такую игру, как мы, играют буквально две команды еще. Поэтому в основном эта зона – это единоборство длинной передачи и борьба за каждый мяч. Но в комбинационный футбол играет считанное количество команд. Здесь, если расслабишься и будешь что-то экспериментировать, то футбол накажет. Поэтому настраивал ребят еще со вчерашнего дня, уже на предыгровой, что не будет легко. И те же самые результаты, которые я смотрю, Алтай проигрывает. В некоторых матчах просто залетает практически все. Команда молодая, и я думаю, они на правильном пути. Но пока получают немножко по шапке. Но это закалит. Конечный счет 5-0 в пользу темпа. Алтай, расстроенный результатом, отказался даже давать комментарии. Клуб ждет недельный перерыв. А дальше в 12-м туре темп примет бурячую. А Алтай попробует добыть первую победу в сезоне в матче против Распадской. Дмитрий Дроздов, Дмитрий Денисов. День с толком. Дмитрий Денисов. День с толком.